Приветствую вас, аноним. Честно говоря, я не очень понимаю смысла вашего вопроса, который вы задаете. То есть, смысл вам знать, была ли болезнь с детства у вашего мужа какие-то вещи, какие-то проявления стали симптомами. На мой взгляд, это не важно, потому что, судя по вашему рассказу, некоторые проявления вашего мужа еще до того, как вы столкнулись с его заболеванием, уже проявляли себя, так скажем, достаточно негативно. Например, проблемы со слухом, требования, чтобы вы ему все рассказывали, что говорят другие. И его, вот, например, история, значит, связана с родителями, да, и так далее. Вот то, что он говорил, ну, про то, что он говорил, что там его столько бабочек он любит. Вот это, мне кажется, все достаточно показательно, что проблемы у вашего мужа, вероятно, были в какой-то степени и раньше. Просто, по-видимому, по-видимому, вы мне сказать, чтобы обращали на это внимание. Вот. А почему так? Вот это, на мой взгляд, хороший вопрос. И, соответственно, вам, на мой взгляд, нужно обращать внимание сейчас не на мужа, а на себя. Да, да, если вы, например, не можете его простить, да, зато вот он вас обидел и так далее, вот, то вам нужно решить, хотите ли вы его прощать. То есть, хотите ли вы восстановить какие-то отношения с ним. Вот. Если хотите, то отношения можно гармонизировать, в принципе, если вы этого хотите. Но если вы, если, например, вы этого не хотите, или если вы не уверены в том, что этого хотите, то, естественно, вам лучше будет с ним. Ну, как-то разойтись, потому что, скорее всего, ничего хорошего. Из этого у вас не получится, с учетом того, что вы описываете, да, там, вот вы говорите, что вашему мужу, там, низкая осмацинка и всякое такое. Ему требуется не только психиатрическое лечение, но и психотерапия, очевидно, тоже. В психотерапии, вероятно, тоже ему нужна. То есть, после того, как он пойдет лечение, вот, психиатриче психиатрическое, которое он проходит сейчас, ему нужно еще и лечение психотерапевтическое. То есть, ну, психолога, психотерапевта, вот. Вот, чтобы как-то с умацинку поднять и так далее. Вот. Мне кажется, что, вот, если так вот посмотреть на вашу историю, на то, как вы ее описываете, вот, вашу историю, то я бы сказал, что... Достаточно мало, мне кажется, вы выделяете внимание именно себе в этом. То есть, есть ощущение, что через чур много вы выделяете внимание семье, через чур много, может быть, делаете для того, чтобы сохранить свою семью. При этом, как бы, вопрос, а если у вас, если у вас семья, да, если у вас еще семья, то это открыт. Понятно, что есть у вашего мужа определенные трудности с самооценкой. Понятно, что есть у вас определенные сложности во взаимоотношениях, очевидно, но также очевидно, что эти сложности возникли не после того, как он съездил свои одноклассницы на похорон. А это связано с тем, что в целом, какой он, вероятно, человек и какие у вас с ним отношения. Я думаю, что на данный аспект влияет то, как вы сами выстраиваете эти отношения с ним. Именно вы, как именно вы это делаете? То есть, если вы устраиваете отношения, скажем так, ценностные, да? То есть, если вы обираетесь на себя, если вы стараетесь ценить себя, вот. Это одно, если вы склонны себя принижать, если вы склонны относиться к себе обесценивающим какой-то степенью, то действительно могут быть достаточно серьезные проблемы здесь. Вот. Поэтому я бы направил ваше внимание именно на себя. Возможно. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот. В принципе, то, что хотелось бы мне вам сказать. Вот. Я не знаю, как вы к этому относитесь, потому что вот вы пишите, например, в дополнение, что пока лечится, слежи, чтобы пил лекарства, то есть вы здесь уже играете роль его мамы. Да, потому что слежу. С другой стороны, действительно, такая ситуация, что может быть и нужно следить. И вам сейчас нужно ответить себе на вопросы, а то ли это, собственно говоря, чего вы хотели бы. И если, например, у вашего мужа сейчас реальные перспективы для того, чтобы изменить. Свою жизнь к лучшему. Вот. Понимаете? Так что, такой вот ответ, я думаю, можно вам дать. То есть, в целом, у меня есть ощущение, что вы здесь больше как выступаете некий пассивный такой субъект, нежели чем ответственный за свою жизнь. Вот. И я не буду скрывать, что это довольно грустно. То, что вы выступаете пассивным, ну, пассивным вот субъектом здесь. Потому что, как мне кажется, это ваша жизнь. И вам нужно самой отмечать за то, что в ней происходит. Вот. Что касается вашей обиды, то с обидой, в принципе, можно и нужно поработать. Вот. С обидой, в принципе, можно и нужно работать. Вот. Ну, понятно, если у вас есть желание. Но работа здесь, скорее, с болью, с теми моментами, которые зацепили и задели вас. Это важный момент. Это ни в коем случае не отменяет, ну, например, приемлемость или неприемлемость того, что... Ну, приемлемость или неприемлемость того, что делал, например, по отношению к вам ваш муж. И если за вас это неприемлемо, вот. То вам нужно, как мне кажется, взять на себя ответственность за это ответственность. И признать себя, признать, что вам это неприемлемо и что мириться с этим вы не хотите. Вот. Приносить же себя в жертву ради семьи, как мне кажется. Вот. Это, ну, мягко говоря, по отношению к вам не совсем гуманно и корректно. Вот. И я надеюсь, вы понимаете, что, в принципе, ваши дети не станут счастливее, если их мама, например, будет страдать, а если их мама будет несчастна и так далее. Вот. Вот. Поэтому вопрос этот, конечно, решать можете только вы, но вот вы оказались в сложной ситуации, когда, там, и вашему мужу, да, нужна помощь и уход, вероятно, потому что с ним случилось, что случилось. Но вот, с другой стороны, вы как будто бы не можете определиться с тем, как вы относитесь к своему мужу, потому что вроде бы вы понимаете, что он болен, но в то же время вы как будто бы на него обижаетесь, да, ну, за его поведение. И не получается у вас относиться к нему, там, целиком и полностью, как к больному. Ну, вот. То есть есть у меня вот такое ощущение, что вы никак не можете в себе забраться. Отсюда получается, что вы мечетесь, получается, что вы не знаете, как поступить, я думаю, что здесь у вас в какой-то степени имеется страх, ну, просто страх перед тем, чтобы вот признать некоторые обстоятельства, вот. Которые могут вам не понравиться по той, ну, по той или иной причине, да, допустим, вот. Я думаю, что здесь вам просто несколько страшно, вот. И, с одной стороны, вас безусловно не можно понять, с другой стороны, ради себя, ради ваших детей, ну, нужно, наверное, в себе разобраться, вот. Чтобы, чтобы, по крайней мере, идти дальше по жизни уверенно. Вот. И то, что вы говорите, например, про своего мужа, как про человека, у которого, ну, вот, низкая самооценка, да. Ну, вот, и, соответственно, ну, сопутствующие какие-то факторы и моменты. Ну, вот, вот, я бы предположил, я бы предположил, что, возможно, проблемы с самооценкой определенные есть у вас тоже, вот. Естественно, может быть, меньше, естественно, может быть, ну, не так выраженным, как у вашего мужа, да. Ну, что очень присутствует, что присутствует, потому что у него получилось вас обидеть, вот. Не просто как-то столкнуть с тем, что для вас неприемлемо, а именно обидеть. Это все-таки довольно разные, как мне кажется, вещи. Вот. И вам нужна помощь, как мне думается, чтобы, чтобы прошить это, чтобы перешить это. Вот. По крайней мере, как выглядит для меня это сейчас. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я хочу пожелать вам удачи. Хочу пожелать вам решения наших проблем. Еще раз хочу подчеркнуть, что не имеет значения эти налоги развития заболевания вашего мужа. Имеет значение вы, ваши чувства, ваши желания, то, что вы хотите, то, насколько вы к себе внимательны. Имеет значение ваши собственные конфликты и противоречия, которые, скорее всего, имеют место быть, иначе бы не возникло такой ситуации в целом. Вот. Удачи вам! Обращайтесь за помощью, если она вам понадобится. КОНЕЦ